В этом видео мы с вами поговорим об аллергическом рините. И я вам покажу упражнение скорой помощи, которое позволит вам самостоятельно справиться с некоторыми проблемами при остром и обострении хронического аллергического ринита. А более подробная информация вас ждет в эфире. Переходите по ссылке и регистрируйтесь. Акация в этом году бушевала необыкновенно. Чихали не только люди, но и лошади. И на этот раз на лонжероне в трамвай вагона вошел мальчик, путаясь в соплях. Помните, кто это написал? Правильно. Знаменитые Ильфы Петров. Знаменитые авторы знаменитых «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка». Так это я к чему, уважаемые друзья? К тому, что весна, начало лета, цветение акаций, сирени, буйство всего этого буйного до ненормальности, приводящего не только наше сердце, но и на то, что связано с нарушением слизи образования и слезотечения. Все это, по большому счету, называется или острым, или хроническим. Видите, чуть было не сказал хроническим. Правильно. Только хроническим. Хроническим аллергическим ринитом. Состояние не только крайне неприятное, а состояние крайне тревожное. Почему? Потому что само соединение носа с глазами, а глаз и носа с мозговыми оболочками, очень часто в случае некупирования этих состояний, приводит к вторичным, так называемым, пассивным контузиям. Да-да. Именно пассивная контузия, когда мы с вами громко сморкаемся, громко чихаем, когда у нас что-то чешется, что-то нам не по себе, все это отражается на связочном аппарате нашей головы и, соответственно, на внутримозговых оболочках. Можем ли мы в этом плане и должны ли мы себе помочь? И можем, и должны. Почему? Потому что пресловутые практически все сосудистые нарушения своими корнями выходят из того, как начинают вести себя наши сосуды носа, наши сосуды глаз, наши сосуды фронтальных полостей. А это отражается на внутриглазном давлении, а это отражается на внутричерепном давлении и далее по списку. Но! Что лежит же в основе всех этих вещей? Пресловутого вот этого хронического или острого, так называемого, аллергического ринита. Правильно, уважаемые коллеги! Те же самые неполадки, которые вызывают гастрододонит, которые вызывают проблемы с луковицей, двенадцати перстня кишки, которые вызывают отрыжки, которые вызывают изжоги. И что это? Это нарушение пресловутой желчелогики. Почему? Потому что, как раз-таки, неполноценная выработка, отработка и выделение желчи в части своего химизма, конечно, будет отражаться на том, как в той или иной степени происходит утилизация эфиров цветущих растений, как происходит утилизация шерсти животных, в смысле того, как она разлагается, как мы ее воспринимаем, какие химические реактивы входят в состав тех или иных бытовых компонентов, которые в той или иной степени просто мешают нам. Потому что наши дыхательные, обонятельные центры не справляются с огромным наплывом таких, будем вещей говорить, которые раздражают и не до конца утилизируют нашу желчь. Подробнейшим образом, подробнейшим образом, я повторюсь, мы на эти вопросы уже с вами будем отвечать в ближайшее воскресенье, в котором, вот, ближайшее воскресенье, через читанные часы, который будет посвящен на нашем вебинаре, который будет посвящен вопросам острых проблем с аллергией, хронических проблем с аллергией, каким образом вы можете самостоятельно себе помочь, и что будет, если мы с вами не будем справляться с этими состояниями, это мы будем постоянно с вами ходить, как тот мальчик на лонжероне, постоянно путаясь с соплями. Это не только некрасиво, это крайне опасно, еще по одной простой причине, потому что большое количество слизи, которое при этом выделяется, по большому счету, это наша белковая субстанция. Представьте себе, если мы вспомним одного из гениев человечества Фридриха Энгельса, что такое жизнь? Это существование белковых тел. А куда мы тратим свои белки? В данном контексте, при остром и хроническом принятии, мы их тратим на слизь. А слизь, это у нас мукозное вещество, слизистые вещества, которые, по большому счету, сами по себе, на 90%, а иногда и на 95%, состоят из белка. И дефицит, в этом смысле, белка, будет формировать последующие изменения, которые, вот сейчас абсолютно неожиданно для вас прозвучит, будут вызывать острые хронические воспаления, которые будут сопровождаться чем? Правильно, выпадом, выпадом, выпадом кальция из костной ткани. А помните наш ролик? Мы с Татьяной Владимировной очень подробно в этом, в одном из видеороликов, говорили о том, как метеозависимость и метеочувствительность связаны с поведением кальция, и почему именно кальций является сам по себе парамагнитиком, вызывая те или иные сосудистые нарушения. Ссылочка на наш вебинар прямо под этим видео. Прямо под этим видео. А сейчас коротенькое упражнение, которое, по большому счету, поможет вам, поможет вам справиться вот этими предприятиями. Что мы для этого должны с вами сделать? Запомните вот эти две точечки. Вот они. Вот одна точечка находится в середине носовой складочки. Вот она, вторая точечка находится в середине носовой складочки. Что мы с вами делаем? Ставим свои два указательных пальца, или что-то, если у вас длинные ногти, или что-то, то, что вам не мешает воздействовать на эти места. И вот таким вот образом, вот таким вот образом, одновременно, в течение полутора-двух минут воздействуем на это место. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Отработали здесь полторы-две минуты. Перейдите, вот они, точки у нас, которые называются предкозелковыми точками. Вот сюда, ровно так же поставили с одной стороны карандашик, или пальчик, с другой стороны пальчик, или карандашик. И ровно так же тоже, в течение полутора-двух минут, прорабатываем эти места. Поработали здесь полторы-две минуты. Вспоминайте, пожалуйста, о том, что у нас есть замечательная точечка бодрости и здоровья. Вот здесь вот, она ординарная. На нее мы тоже с вами работаем. Указательным пальцем или карандашом. Но уже по правилу движение по часовой стрелке. И помните, пожалуйста, а мы об этом говорили вам, о том, что все аллергические состояния, они всегда сопровождаются спазмами. А спазмы у нас формируют постспастические хвосты. А для того, чтобы нам снять постспастические хвосты, помните о том, что у нас существуют замечательные точки доктор-желч, которые стабилизируют состояние противо- или антиспастического действия. Левши начинают на левой точечке, переходят на правую в течение 90 секунд по часовой стрелке, по отношению к телу. А правши начинают на правой в течение 90 секунд, а потом переходят на левую. А для закрепления этого состояния, для того, чтобы дать возможность лимфатической системе почувствовать себя, как сейчас будет говорить, бодрячком, вспомните, пожалуйста, замечательное упражнение под названием «Бонетти». Что мы с вами для этого делаем? Вот таким вот образом ставим ручки перед собой, глубоко вдыхаем, резко выдыхаем, и не дыша в течение 5 секунд, купаем себя в аплодисментах. Поехали! Вдохнули, выдохнули. Все! Восстанавливайте дыхание. Острый дыхание с пиренитом будет купирован. Напишите, как вы себя почувствовали после этих воздействий. И, пожалуйста, если вам не нравится, как Татьяна Владимировна называет свои пальцы, левыми-правыми, правыми-левыми, или у меня руки не совпадают при выполнении упражнения «Бонетти», пусть это остается у вас там. Переживите и с этим, и со всеми замечаниями там, и у себя. Не выливайте вот это все на остальных благодарных зрителей и слушателей. Это для тех доброходов, которым мы крайне не нравимся. А всем остальным низкий поклон. Татьяна Владимировна, дайте шляпу, пожалуйста. Прогреть Татьяну Владимировну, даю шляпу. А всем остальным нашим зрителям и слушателям низкий поклон за то, что вы нас слушаете, за то, что вы на нас смотрите, и мы за это перед вами снимаем шляпу. Будьте здоровы! Еще раз говорю, что ссылочка на информацию о встрече с вами прямо под этим видео. А полная обновленная версия «Свободный нос» ждет вас на нашем эфире. Регистрируйтесь, приходите и вооружайтесь знаниями! Редактор субтитров А.Семкин